БИБЛИЯ ГОВОРИТ БИБЛИЯ ГОВОРИТ БИБЛИЯ ГОВОРИТ БОЖЬЕГО ДЕЙСТВИЯ В ЕЕ ЖИЗНИ. Ну, во-первых, молиться о том, чтобы Господь смирял. Молиться о том, чтобы Господь действовал в сердце, в жизни, так, чтобы это чистолюбие не процветало. Ну, кроме молитвы, есть еще несколько очень важных элементов. Наверное, самое большое — это продолжающееся познание Бога. Мы тогда думаем о себе много, когда мало видим Бога. Любой человек, приближавшийся к Богу, всегда видел себя абсолютно неспособным, недостойным, слабым. Помнишь Исаия в 6 главе книги пророка Исаии, когда Бог позволяет ему увидеть Божье присутствие. И он, этот великий пророк, он падает ниц и говорит, «Бедный я, погиб я, горе мне, боя человек с нечистыми устами». Он пророк. Вот это очень интересная вещь. Пророк — тот, который умеет говорить. Его уста — это его слава, если так сказать по-человечески. То есть, весь смысл у художника в его руках и глазах, у музыканта в его слухе, а у пророка в его устах. И когда он говорит, «Я человек с нечистыми устами», то есть он сразу в сравнении со славой Божией, он видит себя нечистым, он видит себя неадекватным, недостойным совершенно. Вот это самое большое лекарство от честолюбия, приближаясь к Богу. Очень интересное место, которое помогает в этом разобраться глубже, мы находим во втором послании Коринфянам. Там в третьей главе апостол Павел пишет так, 17-18 стихи. «Господь есть Духа, где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То есть, он говорит о регулярном личном опыте, который касается лично человека. Это не коллективный опыт, это личный опыт каждого человека. И этот опыт заключается в следующем. Человек открытым лицом смотрит на славу Господню. Как это происходит? Это происходит через сознательное созерцание Бога в Его слове и в Его творении. То есть, когда мы, глядя на то, что нас окружает, мы видим Божью руку, мы видим Божье величие, мы видим Божью цель, мы видим Божье провидение, мы видим Божью любовь, мы видим Божье долготерпение к нам. То есть, вот в любой ситуации мы можем видеть Бога. И это то, что делает здесь Павел. Он пишет о себе, и он призывает к этому, он говорит, мы же все. Что интересно дальше? Дальше, поэтому, следующий стих, 4 глава, 1 стих, он говорит, поэтому, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Дальше говорит, но отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем в себе совести всякого человека перед Богом. И дальше продолжает в 5 стихе, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свет, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Вот практический результат созерцания Божьей славы. То есть, чем больше он созерцает Божьей славы, тем больше он понимает, что он не себя проповедует, а Христа. Он понимает, что в себе нечего проповедовать. Он понимает, что в сравнении с Божьей славой и Божьим величием, он понимает, что он это просто упаковка, которую не просто стыдно показывать, а которая вообще должна быть спрятана от внимания. Почему он подчеркивает? Мы не себя проповедуем, а Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, ради Иисуса Христа. Вот об этом нужно рассуждать и об этом нужно молиться. И чем глубже и глубже и больше это будет занимать место в сердце человека, тем легче будет борьба с тщеславием. И то, что она осознает и кается, она на хорошем пути стоит. Это уже полдела. Продолжаем. Это уже полдела. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Слава Богу. Продолжение следует...